Угодив в аварию, Вячеслав Швецов получил множественные травмы, в том числе перелом шейных позвонков. Более четырех месяцев молодой человек был прикован к больничной постели. Сейчас он проходит реабилитацию в одной из клиник Екатеринбурга. Каждое утро у юноши начинается занятиями с нейропсихологом. Уже есть первые успехи. Мне нравится, что у Славы сейчас получается делать быстрее. Многие задания скорости, в принципе, возросли. Перед персоналом клиники сейчас стоит задача вернуть Вячеславу возможность вновь обслуживать себя. Во время занятий лечебной физкультуры специалисты помогают восстановить мышечную память, нарастить москулатуру, адаптировать тело к физическим нагрузкам. В плане реабилитации Слава сейчас в начале пути. То есть наша задача постараться его вертикализировать, потому что на мир нужно смотреть прямо. Глобально вообще это научиться Славу самостоятельно пересаживаться в коляску, самостоятельно поворачиваться в кровати, сделать его независимым. Пока же Вячеслав целиком зависит от своей сестры Татьяны. После аварии мама Швецовых тоже угодила в больницу с переломами ног. Татьяне пришлось уволиться с работы, чтобы ухаживать за братом. Однако на двухмесячный курс реабилитации семье элементарно не хватило средств. После аварии они попали в больницу, где Слава провел около четырех месяцев. Я в это время ухаживала за ним. Потом мы решили обратиться в фонд Святой Екатерины за помощью, чтобы нам помогли с реабилитацией. Узнав историю семьи Швецовых, фонд не мог остаться в стороне. И было принято решение незамедлительно оказать помощь. Надеемся, благодаря реабилитации Слава не только сможет самостоятельно жить, но и успешно окончит техникум и станет первоклассным IT-специалистом.